Просчёт В Таллине нас уже видеть не хотят Нас выгнали с территории Таллина За маглостью Нас рвут на счастье Другие регионы Мы уже давно превратились Из столичной передачи в общегосударственную И даже уже выезжали в Финляндию А благодаря интернету Мы скоро поработим Друзья, мы находимся сейчас В самой восточной Точке Европейского Союза Не считая того, что Чуть-чуть ниже есть такая же дальняя точка Ничего страшного Не будем говорить загадками Мы находимся в Нарва-Есу А если быть точнее, то в санатории Который так и называется Нарва-Есу Располагается он на берегу моря В этом курортном городке Который, кстати, недавно Это была такая новость, что Нарва-Есу Занимает первое место в Эстонии По доле недвижимости Принадлежащей гражданам других государств В первую очередь Еще недавно была новость о том, что Нарва-Есу новый мэр Который когда-то в прошлом отличился Но мы не будем рассказывать, чем Многие это и так прекрасно помнят И ему напоминать вряд ли Об этом будет приятно Но помимо всего прочего Мы-то сюда приехали и отдыхать, и работать Сюда еще можно приехать полечиться Заболевания нервной системы, суставов Интонации доктора Малахова в голосе появились Такие заболевания нервных суставов На самом деле все прекрасно знают, что сосны, прибой и курорт Все прекрасно это знают Синонимы кончили Все давно и прекрасно это знают Сосны, курорт, море На самом деле место это хорошо хотя бы уже потому, что оно не просто Вы знаете, есть тип спа, куда приезжают исключительно отдохнуть И тип санатория, куда приезжают исключительно лечиться Здесь это все в комплексе Это спа-санаторий Здесь можно и отдохнуть, и полишиться одновременно А некоторые приезжают сюда, например, своими фирмами Устраивают так называемые конференции, корпоративы Тем более, что... Да, вот у нас тоже корпоративы Ну маленькие, да, у нас маленькие А можно устроить и большой Даже на несколько там десятков, может быть, и сотен человек Как маленькие, подожди А четыре оператора, восемь осветителей И группа технических фестивалей Звукорежиссеров, которые... Многочисленные звукорежиссеры Давайте будем рассказывать всем, как мы здесь распиливаем европейские деньги Нет, на самом деле Летом, конечно же, в Нарванисту лучше всего Все это прекрасно Здесь море, курорт и так далее Но я знаю одну причину, по которой в апреле лучше всего Я бы даже хотел сказать, как раздор Потому что здесь до конца апреля На всевозможные пакеты, услуги и так далее есть скидки Подробнее смотрите или на сайте Который вы явно сейчас на своих экранах Где-то внизу строкой видите Или звоните сюда по телефону Который тоже наверняка на своих экранах Где-то сейчас можете наблюдать И вам все расскажут Потому что, действительно, вот только до конца апреля Есть возможность с выгодой для кошелька отдохнуть, полечиться Прелюдия затянулась К новостям И, по-моему, одним из таких вот эпохальных событий Стал визит нашего любимого Некоторыми даже очень горячо любимого Не будем показывать пальцем на представителей оппозиционных партий Премьер-министра Андруса Альсипа в Россию То есть вы на меня показываете, а вы, значит, без иронии сейчас Да, вот действительно горячо любимого премьер-министра Я правильно понял? Да, естественно, никакой иронии Так вот, Альсип отправился туда на саммит глав государств Региона Балтийского моря Да, региона Балтийского моря И этой встрече почему так много внимания уделялось? Потому что там он должен был встретиться с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым То есть вот по рангу они коллеги Они должны были там оказаться в общей компании И, может быть, даже переговорить с глазу на глаз И что интересно Не, без всяких но Что интересно Вот такое ощущение, как специально организаторы во время общего фотографирования Альсипа с Медведевым поставили рядом Причем, судя по выражению лица нашего премьер-министра Он этим не очень остался доволен Ну, может, засыпили момент какой-то не очень удачный То такое тоже бывает Вы знаете, вот секунду назад еще наоборот улыбались, да, так сказать Один улыбался, другой нет А потом так раз и как-то вот так получилось Ну, в конце концов, теории заговора могут быть самые разные Ну, так расскажи, что они там Помимо того, что нафотографировались А он не в курсе Не, ну, помимо того, что нафотографировались А он нам только, он чисто фотки Не, ну, там прошли пресс-конференции Там Медведев, в общем-то, прямым текстом сказал Что да, отношения у нас не самые хорошие у государства Ну, что поделать На вопрос, почему Эстония, как вот он относится к тому, что Эстония отказалась от сотрудничества с Северным потоком, да Это газопроводом Nord Stream Медведев тоже очень простую сентенцию выдал Ну, раз не хотят люди зарабатывать деньги Пусть эти деньги зарабатывают другие Логично, логично Но если господин Андрюс Ансип уехал в Санкт-Петербург То еще один эстонский политик И Сталина уехал, ну, в принципе, тоже На восток он уехал в Мустре Я говорю про Макса Каура Нашего любимого, непотопляемого Борца Борца с азартными играми и так далее То есть я вот хотел задать вопрос по поводу азартных игр Человек борется, ведь с азартных игр всякие деньги идут на молодежные проекты На культурные проекты, на спортивные проекты Правильно, вот он так завуалированно борется с молодежными культурными проектами Вот мы еще верим, что в Мустре казино не было, нет и не появится Это вот как те старые коммунисты, которые тогда состояли в коммунистической партии Мы же уже поговорили о премьер-министре Сегодня они главные борцы за свободную Эстонию И все такие правильные И они говорят, что почему, объясняя свое присутствие тогда в партии Что вот мы систему подрывали изнутри, так сказать Так и Макс Каур издалека зашел Начал издалека, да? Ну, так сказать, все-таки поднимемся на уровень чуть повыше, чем Мустре и Макс Каур И поговорим о другом министре, не о премьер-министре, одном из его кабинета Юхани Партии, министре экономики и коммуникации Так вот, я не буду говорить горячо любимого вам так просто, министра экономики Я почему? Ставь в кавычки и будет горячо любимым Потому что я так подозреваю, что в связи с результатами последнего исследования Да, естественно, видимо, совсем он не горячо любимый Потому что исследование показало, что 56% всех опрошенных, которые участвовали в опросе фирмы Турингу ТАЭС Хотят отставки министра экономики Юхана Партии Остальные 44% спросили, а кто это? Ну, впрашивали, в основном, должен ли министр экономики уйти в отставку В связи с происходящим в подведомственной ему сфере Эстенерго и АЭС и Эстония НР Таким вот не совсем хорошим и успешным 56% ответили на это утвердительно Полностью согласно с отставкой 30% Скорее согласно 26% Три точки зрения, причем это вот один из таких уникальных случаев Когда точки зрения эстоноязычных и других корреспондентов были очень близки То есть, если вот не зависит от национальности Не любят Партии у нас одинаковые эстонцы и не эстонцы А я предлагаю вернуться к нашей старой доброй забаве Провести социологическое исследование здесь на месте Ты считаешь, что Юхан Парс должен уйти в отставку? Я считаю, что он давно должен был уйти в отставку Ты считаешь? И не только он Ну, то есть да, да? Ну, и я присоединяюсь Таким образом, мы ставим под сомнение Исследование не 56, а 100% хотя бы Не, но тем не менее, 8% респондентов не посчитали отставку Юхан Парса необходимой Ну, это сколько же друзей и родственников, черт возьми Ну, собственно говоря, да Ты сказал, что одной из причин могло быть Вот есть все, что происходит вокруг Эстин Эйргия И то, что происходило вокруг Эстония Как раз на этой неделе очень много новостей было по поводу того Ну, закончился срок подачи декларации за предыдущий год в налоговый департамент Кто сколько заработал, сколько заработали министры, сколько заработал президент И заодно, сколько заработал бывший руководитель эстония Нейр Терра Таскила в 2012 году заработал 547 500 евро Больше полмиллиона Перейдите в кроны, что это получается? Можно я немножко помолчу, позови? А, это миллион, да? А, это 10 миллионов, 10 миллионов крон Практически, ну чуть-чуть поменьше А, да, а Юхан Парс пусть остается Это вообще минус подоходный налог Ну да Ну, то есть, это меняет дело, да, я так понимаю Минус подоходный налог А тем временем продовольственная корзина в Эстонии подорожала за год на 7,2% Составляемая институтом конъюнктуры продовольственная корзина с года в год Стоила в марте нынешнего года 69,56, ну, грубо говоря, 70 евро Что означает подорожание на 7,2% по сравнению с прошлым годом Ну и идет небольшой перечень того, как подорожали продукты Мясные продукты на 14% за год Стоимость овощей и фруктов выросла почти на 32%, то есть на треть Яйца на 21%, ну и меньше всего молочные продукты, они на полпроцента всего за год подорожали Я предлагаю сделать радикальное такое вот, ну, я не знаю, решение, да, это должно быть на политическом уровне, на серьезном Давай, эшки Да, как союзти энергии, то есть ты можешь установить для себя цену на молоко биржевую Можешь там от одного производителя Молоко вышло на биржу, я уже вижу, яйца вышли на биржу Да, яйца вышли на биржу Нормальная паскальная новость, кстати Действительно, кстати, да, в преддверии-то, собственно Не только вот те продукты, о которых ты рассказал, кладут в корзину, в корзину еще кладут булку И так называемая булочная война разразилась между Олегом Гроссим и конторой, которая называется ЭТК, это Эсти Тарби То есть ты не знаешь, кто ее возглавляет, я так понимаю, да? Да, кто ее возглавляет, я не знаю Дело в том, что они в 2006 году зарегистрировали марку Сясту карты Сясту А еще за много лет до этого Олег Гроссим начал своей фирмой производить булку, которая называется Сясту Сай Ну и вот он недоумевает, как теперь слово Сясту, что я не могу его использовать Давайте, дескать, вообще весь язык купим и каждый... Каждое слово по слову возьмем Да, и ты не сможешь использовать то или иное Какое бы ты слово взял, если можно было пить язык? Ну ты бы мне этот вопрос задавал перед программой, чтобы я подготовился Не, ну вообще, самые часто употребляемые в мире три слова, да? Которые можно было бы запатентовать Да, пошел ты, да? Нет, made in China Тоже вариант Кстати, про хлеб, ну так немножко, правда, к зарубежным новостям скатываемся Ну просто вот в тему сейчас придется Федеральная антимонопольная служба в России запретила рекламный ролик за оскорбление хлеба Это произошло с Костромским такси и его оштрафовали за оскорбительное отношение к слову хлеб Хлеб подал на человека в суд или как? Нет, пожаловался Первый случай, когда хлеб пожаловался на человека Пожаловался, что называется бдительный гражданин Ну и в чем? А реклама на самом деле очень креативная была То есть в рекламном ролике был такой слоган Если в слове хлеб допустить пять ошибок, получится слово такси Ну, нормально А я думал булка Это тоже в общем вариант И бдительный гражданин, понимаешь ли, настучал И рекламу запретили, а предприятие оштрафовали Сейчас скажу, насколько его оштрафовали На 4 тысячи рублей Подожди, если про логику Допустим, кто-нибудь выпускает новый хлеб, скажем, да, какую-нибудь новую марку И пишет, если в слове такси допустить пять ошибок, получится слово хлеб А такси должно быть чувствовать себя оскорбленным или как? Понимаешь, просто к хлебу такое вот отношение, понимаешь, трепетное, нежное, что называется Хлеб это святое Такси это не святое Действительно Мордовское культурное общество Елгай, по всей видимости, так оно произносится название этого общества А может, не Елгай? Может быть, провело мастер-класс по варенью мыла Вот, но хочется надеяться, что никто не будет устраивать мастер-класс по вязанию веревок Чтобы потом не объединить первое и второе Ну, мы очень много говорим о наших передачах о дорогах плохих Ну, кстати, сегодня эта тема как-то у нас не затронутой оказалась Может быть, потому что мы выехали из Сталина в Нарвоист Подожди, еще все впереди Хотя, честно говоря, вот что, конечно, впечатление от Нарвоиста жестко портит, это дорога Вообще такое ощущение Дорога, можно сказать, да? Потому что здесь такая главная дорога Я сказал, дорога Тут только одна улица вообще Улиц здесь много, но такая основная, самая главная одна Вот по ней въезжаешь, и там, в принципе, та же фигня, что в Таллине Как будто не уезжал никуда же, называется Ну, так вроде как и политические течения здесь те же самые Не, ну что интересно, вот действительно А здесь тоже центристы, да, в Нарвоисте? Нет, нет Он бывший? Нет, кто? Кто он? Бывших центристов не бывает, это было первых На самом деле, действительно, выезжаешь за пределы Таллина, например, и начинаешь ехать по шоссе И вот другие совершенно ощущения И потом снова въезжаешь в город, в данном случае, Нарвоисту, да, и снова возвращаешься в этот кошмар То есть, дорога, которая между городами, она действительно находится в очень хорошем состоянии А вот в самих городах улык Ну, давай тогда подожди, я к чему новость Вот, раз мы о милых новостях заговорили, да Вот такая вот на портале Дельфи просто На перекрестке Раху и Петербургского шоссе в Выбоинах отражается синее небо Это так красиво, это так мило, это так поэтично, да, и фото прилагается, разумеется Слушай, я думаю, редактор, который писал эту новость, влюбился просто, вот и все И он во всем видит хорошие, даже в Выбоинах Я, ну, два варианта, или влюбился, или курит Действительно, разумеет Либо и то, и то Или центрист, опять же, да, чтобы показать, что Выбоина, в общем-то, и неплохо, да, в них, например, небо отражается В Запорожье, интересно, борется с выбоинами на дороге, давай покажем Ничего себе, мы перескочили Да, ямы в Запорожье, около жилых домов, латают коврами Коврами выкладывают вот эти вот самые Неплохо, а черной икрой забрасывали, не пробовали Вот, ну, вот так вот выглядит, можно посоветовать, если на цемент не хватает, или там на асфальт, да, вот Нет, подожди, а на ковры хватает Да, надо же что-то, что-то, что производится вот здесь, да, что-то, чего многое, что вот национально Что в Эстонии можно было бы в дырки кидать тогда в таком случае? Энергию Мульник, абсурд, да, например Ну, много, да Ну, не знаю Что здесь еще у нас производится такое, что можно в дырки покидать? Это был анекдот, да, или какая-то такая фраза, что Россия производит хорошее впечатление, больше ничего Россия не производит Почти 13% эстонских семей, возвращаясь я все-таки в нашу родную страну, не имеют возможности мыться дома Вот так вот В прошлом году в Эстонии 12,6% семей не имели возможности помыться дома, как свидетельствует данный департамент статистики Согласно проведенному исследованию, в 2012 году 3,5% семей были вынуждены пользоваться туалетом на улице У почти 19% семей дома нет горячей воды То есть, представляете, у пятой части населения фактически горячей воды нет Ты знаешь, если поздно вечером прогуляться по старому Таллину, то создается впечатление, что очень многие люди из тех самых 3% выбираются в город, потому что они именно там вынуждены справить нужду Да, про это тоже, кстати, были новости Ну и у 13% дома не было ни ванны, ни душа Слушай, ну это Бангладеш какой-то Да не говори, причем мне удивительно, что так много Ну понятно, что это, скорее всего, где-то в сельских местах, да, но тем не менее Почти 20% семей не имеют горячей воды дома Друзья, горячая вода, банный комплекс, бассейн Так, хороший, красивый переход сейчас будет Все это имеется здесь, в спа-санаториуме, которое называется Нарваисов Я чувствую, вы двое репетировали Нет, мы просто готовились, Андрей, мы готовимся к выдачу Где мы сегодня снимаем точку просчета и вернемся во вторую часть через несколько секунд Вообще-то обычно я говорю, но не важно Спа-санаторий Нарваисов – это старейшее лечебное и оздоровительное заведение в Эстонии Более 50 лет истории – это бесценный опыт санаторного лечения А в наши дни предлагается и медицинское обследование Для детей разработаны специальные лечебные программы, направленные на укрепление иммунитета Спа-процедуры побалуют и порадуют ваше тело Все жемчужины Балтийского моря у ваших ног Старейший курорт Эстонии расположен в Сосновом Бару Близ уникального 12-километрового песчаного пляжа Далеко не каждый спа-санаторий может похвастаться бассейном под открытым небом в летнее время Питание здесь по-домашнему вкусное Вам предложат также детское диетическое или групповое меню Все по вашему желанию Два зала спа-санатория позволяют проводить как переговоры, семинары, тренинги и бизнес-встречи Так и масштабные конференции и корпоративные вечера А также праздничные мероприятия Спа-санаторий Нарва-Есу Это то место, где вам всегда рады, а вас позаботятся Вам будет здесь уютно и здорово Сами шьете? Любите делать что-то своими руками? Загляните в магазин сана на Тайорноманте 21 Почернете множество идей, обнаружите то, что давно искали Вас обшивает портниха? Посоветуйте ей зайти в сану Шикарный выбор тканей, регулярные новые поступления Вас просто запестрит в глазах от буйства красок, орнамента и рисунка Только в сане вы обнаружите эксклюзивные ткани и можете быть уверены В Талине нигде таких не найдется Натуральный шелк и множество других находок В сане есть, чем вас удивить Кроме того, в большом ассортименте все швейные принадлежности Аксессуары, дополнения, пуговицы, замки и молнии Сана изготавливает пояса, пряжки, открывает пуговицы тканью А также устанавливает кнопки, заклепки, делает пет Сана, шейте с удовольствием Продолжаем информационно-эроническую передачу «Точка просчета» Вадим Белобровцев, Дмитрий Виноградов и Андрей Тестов Сегодня в санатории Нарва-Иесу В городе Нарва-Иесу В стране Нарва-Иесу В стране Нарва-Иесу И прежде чем вы опять начнете вот эту скукоту политическую и экономическую Народная новость от Белобровцев Мы главная Виноградова На прошлой неделе в Янидов Подожди, то есть про Каура не ты рассказывал? Не понял На прошлой неделе в Янидов Крытая оранжерея информационного центра сельского хозяйства Побывал новый мэр Муствия Макс Каур Да, кстати, его могло бы заинтересовать Дело в том, что там зацвел цветок, уж извините за тавтологию Который называется Аморфофалус Титанический А почему это должно было заинтересовать именно Макс Каура? Обсуждая новость на портале Дельфи Про выбоины, в которых отражается синяя еба Мы пришли к выводу, что редактор или курит, или влюблен И судя по всему, ты пребываешь в похожем состоянии Я пребываю в состоянии релаксации Потому что я нахожусь на Арва-Иесу А вот самый Аморфофалус Титанический Так он выглядит Который из них? Нет, это щучий хвост называется Это во всех советских семьях А это то, что посередине? Да, то, что титанический выглядит Это как раз таки он Я даже не в лес на фотографии залегу Когда говорят, извините, он даже не пахнет, он не воняет Он смердит, шмонит И слава богу, что цветет буквально 2-3 дня Замечательно В эти дни счастливые У нас очень часто говорят о том, что, скажем, чиновники Самые высокие, да, начиная от президента и заканчивая, не знаю, там, спикером или вице-спикером парламента Получают очень много Депутаты парламента много получают и так далее Но вот для всех людей, так сказать, всем этим людям, кто это говорит, посвящается Королеве Елизавете Второй повысили зарплату на 5 миллионов фунтов Это просто вот единовременное повышение В год все-таки Но, тем не менее Так вот, теперь ей, значит, повысили на 5 миллионов фунтов Я, на всякий случай, пересчитал Это около 6 миллионов евро, получается, да Этот год ей повысили на эту сумму И теперь на, так сказать, финансовый год 2013-2014 Королеве выплатят 36 миллионов фунтов По сравнению с 31 миллионом, который она получила в прошлом году Нет, то есть, вот мы еще тут что-то возмущаемся по поводу зарплаты Тера Таскила Да, в общем-то, годовая зарплата Тера Таскила Это всего лишь ежемесячная надбавка Которую получила Королева То есть, грубо говоря, что вот кем надо работать 3 миллиона фунтов в месяц получает Королева Великобритания Не, ну давай будем справедливыми Из этих денег она, собственно, лично Или как там, оплачивает прислугу Оплачивает Тера Таскила тоже лично содержал все самолеты Лакеев, поваров и другого персонала На это уходит около 10 миллионов в год Также часть денег идет на обслуживание Букингемского дворца Но, господа, помимо официальной зарплаты, о которой мы сейчас говорили Королева обладает гигантским личным состоянием и еще получает дивиденды Так что все нормально Это ей на мелкие расходы, что называется, эти 36 миллионов На этой неделе очень много новостей, связанных с тем, кто сколько зарабатывает Вот президент Эстонии Томас Хендрик Иллис в 2012-м заработал на 30 тысяч евро меньше, чем годом ранее Ну, а далее идут, знаешь, как... И сейчас такой гигантский смех королевы Такой... Какие суммы президента Эстонии получают Причем, как в этих дурацких мультиках, только короткий Вот Но его, как говорят в хит-парадах, спасли премиальные Ну и так, что примерно плюс-минус На то и вышло, да? Да, на то Зрительское голосование спасло СМСом накидали Зима затянулась Да, но Об этом тоже говорят много И, кстати, вот есть такой мостик из Лондона перекинуть Если бы он не встрял со своим Ильвисом Со своим Платом То с Кауэром, то с Ильвисом Это не мой, это наш общий Понимаешь? Так вот, даже такой анекдот есть, что британцы удивлены этим Этой весной Русские о погоде говорят даже чаще, чем они Всему виной, как решили в Соединенных Штатах Америки Тот самый Сурок Фил, который людей обманул Все помнят День Сурка, да? Знаменитый фильм Да, 2 февраля он вылез из своей норы В общем-то, пообещал скорый приход весны А на самом деле ничего подобного не произошло И вот тогда его достали из этой норы Между прочим, там на полном серьезе требовали казнить Сурка За неправильные прогнозы Но это американцы, да? Как говорил Задорнов Дикие люди Они же все тупые А вот сейчас, как опять говорил Задорнов Тихо, тихо, сейчас будет смешно, да? Наставник Сурка Фила взял ответственность За затянувшуюся зиму на себя А, его казнили, да? Наверное, да У меня все Но, как говорят люди, где Из той страны, где погода меняется Каждые 10 минут Исланцы Вам не нравится наша погода? Подождите 10 минут Погода изменится и все будет хорошо Покажи красивую картинку Правда, немножко трагичную Но тем не менее, картинку Горящего здания Наверняка многие, в общем-то, знают Что тут происходит Это пожар, который произошел в Грозном И горит знаменитый комплекс Грозной Сити Который еще даже до конца-то толком не был доделан И я думаю, который скоро переименуются в Депардье Депардье-Холл, да? Или что-то в этом духе Шатое Депардье В этом же доме, да? Да, естественно Именно именно Так вот, и мы же говорили, блин Не курив в постели, да? Но жить там нельзя было еще Поэтому вечером 3 апреля Вот этот вот пожар Произошел пожар в комплексе Грозной Сити Горела башня Олимп В общем-то, вот она, да? Ее видно очень хорошо Но теперь внимание Значит, господин Кадыров Который возглавляет Чеченскую республику Заявил, что пожар случился по воле Всевышнего А против его воли мы бессильны Вот так вот Кстати, я не слышал это извещение Кадырова Но вот глядя на эту картинку У меня сразу пришла в голову мысль Ведь, в принципе, во многих мусульманских странах Чечня, это, в общем-то, преимущественно мусульманская республика Я так понимаю Запрещено строить здания, дома Ну, все, что угодно Выше мечети И вот тут как раз на переднем плане мечеть У которой минореты Ну, как минимум Пониже, пониже Ну, скажем так, намного ниже, да? Чем вот эта вот башня Это просто неграмотный фотограф был Нужно было рактору снизу брать И поближе к мечети Тогда бы все нормально Не, ну, на самом-то деле Башня Олимпы горела несколько часов В результате пожара К счастью, никто не пострадал Потому что дом еще не заселен Но Кадыров же потрясающий человек на самом деле Он говорит, что пожар случился по воле Аллаха А когда его спрашивают Откуда вообще республика берет деньги на строительство этого комната Которая стоит совершенно безусловных денег Он говорит Аллах дает Не знаю, откуда-то берутся деньги Говорит Кадыров Причем дальше внизу, естественно Тогда получается, Бог дал, Бог взял Внизу информационное агентство отмечает Что при этом Чечня является первым Среди дотационных регионов России То есть туда больше всего денег В качестве дотации поступает А Кадыров говорит Не знаю, откуда Вот идут деньги, идут Вот, честно говоря, хотелось бы Вот так, знаешь Я просто на самом деле Хотел бы прокомментировать Подожди, твой пассаж В данном случае мы сейчас иронизировали Не над религиозными чувствами А над экономической всей Мы иронизировали, наверное, над господином Кадыровым Его выражением На чем еще тут можно иронизировать, собственно говоря Судья, козел, продажная Бьет все, да Вот ньюсмейкер последних недель Ну что, возвращаемся А это он опять скажет Это не я сказал Это Аллах меня попутал Что называется Есть еще один человек У которого тоже деньги появляются Все спрашивают Откуда? Как? Что? Все гадают Ты ратаскил? Может быть, ты тоже Аллах замешан Нет, я про мэра Таллина Эдгара Сависара В общем, в очередной он попал в скандал После того, как газета Эрипяев Опубликовала документ суда Полученный из швейцарского судебного регистра И он, этот документ рассказывает Что в начале 2011 года Эстонская прокуратура Начала расследовать вопрос о том Был ли Сависар виновен во взяточничестве И отмывании денег И скрывал ли он незаконные средства в Швейцарии Ну, в общем, как часто водится Статья вся была построена таким образом Что ничего не оставалось другого Как лидера центриста ФМРа Таллина обвинить Что-таки, да Прячет он свои тысячи в Швейцарии И так далее Ну, Сависар дал на этот счет Подробное разъяснение Сказав, что... Слава богу, что не на Кипре Хорошо, что не на Кипре Там бы потерял А здесь потом не веришь А может и наоборот На самом деле, блин, жаль, что не на Кипре Так бы, в общем, все следы бы замелить Когда бы деньги потерялись Да, теперь приходится объяснять Откуда они эти деньги Ну, в общем, весь смысл Длинного объяснения Сависа Рассводился к тому, что все это неправда Более Аллаха, да? Тоже опять-таки Откуда ты появляешься, сам не знаю А этим журналистам, наверное, лучше писать сказки А не сдавать газеты Много опросов было на этой неделе Один из них показал, что он рассказал нам о том Что самой большой угрозой для безопасности нашей страны Является скандал с видами на жительство В котором были замешаны Иллюстрировано это было так Что самой большой угрозой является стельбах и раун Вот, причем... Причем у обоих такие удивленные лица, да? Я, главное, посмотришь Вот это самая главная угроза Эстонии И безопасности Эстонии Удивительно просто Ну, 50% респондентов, тем не менее, так посчитали Так, предлагаю снова социологический опрос Калабросов, что ты считаешь главной угрозой безопасности? Нет, ты должен дать варианты Да, варианты ответов, что должны быть какие-то Скажи, какие там есть А я откуда знаю? Тут только об этом рассказалось На самом деле, помню, какие там варианты ответов примерно были Там, значит, предлагалось Вот этот тур урингу-то претендует на то, что они провели это исследование самостоятельно Никто у них якобы его не заказывал И они предложили четыре варианта По четырем ведущим парламентским партиям И на каждую придумали какой-то свой скандал Значит, вот про ИРЛ придумали, собственно, торговые виды множительства Про партию реформ И знаменитый скандал с финансированием этой партии Сильвергейт, так называемый Про центристов, значит, скандал Если вы его уже... Он уже стал забываться, на самом деле, да? Вот с этим, с финансированием партии с Востока, да? То есть российские деньги Конец 2010 года, то есть это уже сколько времени прошло? 2011, по-моему Нет, 2010 2010, вроде? И это произошло до парламентских выборов 2011 года, которые были в марте То есть это был конец 2010 года, прошло уже два с половиной года, фактически И? Еще вспомнили И у социал-демократов, не найдя ничего лучше, значит, написали, что... Это была главная фраза У социал-демократов, не найдя ничего лучше Но, тем не менее, нашли Нет, значит, нашли следующее Как это было, звучало? Значительная часть финансирования социал-демократов со стороны бизнесмена Олега Асиновского Я считаю, безусловно, очень серьезную безопасность в Эстонии Я бы проголосовал за этот вариант Разумеется Потому что, если не считаешь, что... Вы только вдумайтесь, Асиновский, да, этот бизнесмен, занимающийся железной дорогой, да, там транзит, это все российские деньги, это российская мафия, социал-демократы, это страшные люди А главное, а знаете, сколько составляет значительная часть, которую Олег Асиновский пожертвовал партией социал-демократов от всего бюджета социал-демократов? Значительная часть, это 1,4% Вот это оказалось значительной части Вот что значит, когда деньги переводишь, большую часть носишь в чемоданах, не декларируя... Нет, вот что значит, когда, так сказать, ничего не найти, и начинают писать значительную часть, не употребляя каких-то нервных цифр Ну так что, ладно Ну так что, будем голосовать за какой-то из этих или нет? Я же сказал Нашли у нас в Эстонии двойника первой леди, Эвелин Ильвис, и женщина, которая живет в пригороде Таллина, зовут ее Лембе Ярвила Ну вот можно крупнее ее показать, действительно похожа, кстати говоря Она говорит, что очень устала от того внимания, которое ей оказывают люди, и особенно обрушилась на нее все это внимание, и в нехорошем смысле слова После того, как Эвелин Ильвис стала выступать на тему здорового питания, полезных продуктов и так далее То есть, просто госпожа первая леди, вы испортили человеку жизнь Она, кстати говоря, сейчас серьезно подумывает, это Лембе, о том, чтобы... Перекраситься хотя бы Да, отрастить волосы и перекраситься Вот, а действительно похоже, да? Что-то есть, что-то есть Говорят, у каждого человека где-то на земле есть двойник И не один Получить водитель... А то и тройник Получить водительский... Получить водительские права станет сложнее Потому что придется сдавать экзамен не только непосредственно на вождение Но и вот тот самый экзамен, который сейчас, ну, наверное, мы все сдавали Нет Мы слишком давно сдавали Ну и мы слишком давно, но, тем не менее, сдавали экзамен на льду Не, не сдавали Они не сдавали экзамен на льду Это какая сейчас эмоция была? Зависть, возмущение Это был ужас, на самом деле Это страх, страх В 1242 году тевтонские рыцари тоже не сдали экзамен на льду Провалили, провалили экзамен на льду Да, вот Ну и теперь нужно будет сдавать непосредственно вождение Вождение на льду и вождение в темное время Понимаешь, Дима, мы просто с Андреем так давно получили права И так давно уже ездили, у нас такой стаж, что, в общем, не ужасайся Да? Мы не сдавали, да И мы не сдаемся Русские не сдаются Сегодня на лысой резине, зимой пьяный Вообще нефиг, без вопросов Мы вообще забыли про то, что за отчетный период Еще на отчетный период пришлось такое число, как первое апреля Поэтому мы сегодня шутили именно на эту тему Если вы не поняли, да Все это лажит И, в общем-то, очень часто у нас средства массовой информации Какие-то шутливые новости в этот день публикуют Но редко, когда такой большой резонанс имеет какая-то конкретная новость И в данном случае актуальная камера у нас отличилась Передача на эстонском телевидении Она показала сюжет, в котором сказалось, что отныне у водителей должны быть в машине 6-килограммовые огнетушители И после этого шутливого новостного сюжета люди реально стали обращаться за 6-килограммовыми огнетушителями А такие есть вообще? Ну это большое, я так понимаю, которые в учреждениях где-нибудь установлены, огромные, тяжелые Скажу, что они сказали про 12-килограммовые или еще больше На самом деле Бочки такие С собой Едешь, еще нужно... Нет, вы знаете, на самом деле это даже хорошая новость Знаете почему? Потому что она показывает степень доверия людей к средствам массовой информации Люди доверяют газетам, телевизию А причем это же было решение правительства, да, написано? Ну да, там, конечно Будем брать даже шире, не то что средства массовой информации, люди доверяют правительству Нет, вот так широко не надо брать Не надо Решение правительства, это такая штука, ты можешь доверять, можешь не доверять, одеваться некуда Да, собственно говоря Ну что, в общем-то наше время-то подходит к концу, поэтому предлагаю какую-нибудь хорошую новость по завершению У меня есть милая новость, если что, хорошая Я не знаю, насколько она хорошая, но в парках в центре города Таллина установлено 30 скворечников И, как пишет портал Дельфи, Русдельфие, 3 апреля молодые люди из Канутяйского дома молодежи В сотрудничестве с районной управой Кесклин установили на деревьях в парках центра города Вот 30 скворечников, собственно говоря Изготовленные руками этих ребят из дома молодежи Эти скворечники теперь ждут возвращения скворцов в парке Канутяя В том парке около Бастиона Сконы и на площади Башин Но птицы перелетные не спешат возвращаться в Эстонию У тебя есть эта новость, да? Как и многие рабочие, которые уезжают на заработки за границу Перелетные птицы не спешат возвращаться, потому что у нас еще холодно, но якобы для них И они зимуют где-то там Была же просто новость про аист, если я не ошибаюсь, которому прикрепили чип куда-то Черный аист райву, находящийся на полпути в Эстонию, приземлился в Румынии А должен был лететь дальше Но он почему-то холодно, да, и прилетел обратно в Болгарию То есть сородичи, сородичи, ему сказали, что Райва, заворачивай, заворачивай В Эстонии, в Эстонии еще пока никакой весны нет В погоду, да, подумал Райва Вот мы тоже, в общем-то, не спешим возвращаться в Таллинн, потому что нам здесь хорошо А здесь это в Нарва-Ейсу, а именно в санатории Нарва-Ейсу, где мы находимся в эти дни Кстати, приезжайте и вы, и лучше это сделать до конца апреля Потому что до конца апреля здесь на всевозможные пакеты можно получить разные скидки То есть лучше равно выгоднее, да, получается именно так Можно приехать отдохнуть, можно приехать полечиться Можно приехать позаниматься делами, провести конференции Ну а может быть какие-то мероприятия, почему бы не провести Бассейны, бани, тренажерный зал, различные процедуры, точки питания и море рядом В общем, здесь масса чего можно поделать Ну и вообще посмотрите, как Нарва-Ейсу сейчас выглядит Выглядит потрясающе Все, на сегодня с вами были Вадим Белобров, Дмитрий Виноградов и Андрей Систов Заканчиваем передачу и до встречи через неделю До свидания, пока Спа-санаторий Нарва-Ейсу предлагает восстановительное лечение и спа-отдых в живописном курортном месте Где море, вы можете любоваться прямо из окна своего номера Лечебное отделение, включая физиотерапию, водогрязелечебницу, массажные кабинеты, банный комплекс сауна Майльм Для вас в любое время года Позаботьтесь о своем здоровье и отдыхе А мы поможем вам в этом Спа-санаторий Нарва-Ейсу Это ваш выбор Телеканал Арсен и игра Редактор субтитров А.Семкин